Привет, Ули Саранхули! Сегодня я постараюсь ответить на ваши неудобные вопросы, которые вы мне очень часто задаете. Я уже как-то говорила, что я буду периодически снимать такую рубрику «10 вопросов, 10 ответов». Сегодня 10 неудобных вопросов, которые вы мне чаще всего задаете под видео. Ну что, если вам интересно это видео, продолжайте его смотреть, нажмякайте лайк-дизлайк, подписывайтесь на канал. Я напоминаю, что меня зовут Сандра, и вы на канале Let's Try Korea. Поехали! Я знаю, что вы сейчас в ожидании travel-видео, которое мы сейчас делаем с подругами. Я всё записываю, всё, материалы просто большая куча. Нужно записывать подводки, это закадровые тексты и всё остальное. На это тоже нужно время. Мне приходится девочек просить посидеть дома для того, чтобы я смогла поработать. Вот, я не успеваю просто. Поэтому я надеюсь, вы дождётесь. Видео будут выходить потом часто, много, в большом количестве. Будет интересно. Я не бросаю YouTube-канал, как мне тут начали писать. Кто-то очень обижен, с подкушенной губой. Вы бросайте канал. Нет, ничего я не бросаю. Ребята, у меня в подопечных трое человек. У всех троих разный характер. Кто-то хочет быстрее, кто-то хочет больше увидеть, кто-то, наоборот, хочет просто посидеть, почилить. И из-за этого мне нужно как менеджеру, который должен это всё собрать вместе и угодить всем. И помимо этого я ещё должна записывать какие-то видосы, поэтому выход видео получается редким. Вот, поэтому вот я сегодня выбрала такой момент, когда я могу записать видос на Boosty. Я решила, что надо ещё какое-то разговорное видео записать. Вообще, видео, о котором я сегодня буду говорить, вообще отвечать на вопросы, оно уже было записано две недели назад, ещё до того, как мы уехали на Че-Жудо. Но дело в том, что я его случайно стёрла, и в итоге видео так и не вышло. И все вопросы, которые у меня были заготовлены, то есть, что они так появляться не будут, я просто буду по памяти их воспроизводить. Но я думаю, что те, кто эти вопросы задавал, сразу поймут, что ой, этот вопрос задавал-то я. Если вы узнали, что это был ваш вопрос, пишите в комментариях. Блин, это точно был мой вопрос. Ну что, поехали к вопросикам. Мне очень понравился вопрос женщины, которая вот буквально под видео про безвизовый въезд в Корею. По-моему, так я его обозвала, да, там, где я рассказывала, как сейчас приехать можно в Южную Корею. В общем, девушка мне задала такой вопрос, что типа, я как не посмотрю, к вам всё постоянно едут молоденькие девочки, а вы как, мол, типа, тётя или там мамка, как-то она меня так обозвала, мол, которая вот всех вот молодёжь свою гуляет. И мне так стало немножко обидно, типа, блин, камон, ребят, я не, во-первых, я не такая старая. Мы не знаем, почему мне постоянно приписывают чуть ли не 60 лет, мне 34 года. Но более того, девочки, которые ко мне приезжают, я их называю девочками, но по факту они мои ровесницы, блин. Им тоже 34-33, ну, около 30 лет, то есть они все буквально в моей возрастной категории, то есть нет детей, прям детей-детей. Вот, это подруга Зины, которой 23 года, это единственная, наверное, молоденькая девочка, которая вот только в этом году приехала, и то она приехала не ко мне, ну, то есть ко мне, но как бы это не моя подруга, а Зинина подруга, понимаете, да, то есть в основном вокруг меня крутятся все мои ровесники, более того, девочки, которых вы видели на Новый год, которые со мной, Катя с Дашей отдыхали, да, они мои ровесницы, они меня на год младше. Ну, год разницы, я думаю, это не говорит о том, что молоденькие девочки, а я тут старая корова, тут их гуляю. Ну, то есть как-то так. Ну, просто очень интересно, как вы разбрасываете мой возраст, в плане того, что кто-то мне 30 не дает, это классно, супер, очень, спасибо большое, вы прям молодцы, так и надо говорить, а есть те, которые мне пишут, что мне чуть ли там не 60, и, мол, типа, как вот люди в моем возрасте, типа, якобы в 60, живут в Корее, я такая сижу и говорю, ах, а, да мне 34, да какие 60, ну, камон, ну, ребята. Это, ну, как-то так. Следующий вопрос, который волнует всех моих подписчиц еще с самого начала моего введения YouTube-канала, это, блин, где ж мой муж, черт подери. Я уже записывала прям целое видео, которое я посвятила тому, что почему моего видео, ой, почему моего мужа в видео нет, и все равно кто-то питает надежду о том, что я все-таки наконец-то покажу мужа, и, мол, ну, попробуйте, уговорите, может быть, он захочет. Я не хочу, ребята, блин, начнем сначала с того, что не его, это в первую очередь желание. Я не хочу делать из своего мужа клоуна, потому что я в Корее являюсь таким же клоуном для корейцев. Сейчас я вам объясню, о чем речь. То есть, смотрите, я когда по Корее, там, не знаю, с кем-то в Корее общаюсь, вот я с подружками своими где-то тусуюсь, и я подхожу, допустим, купить какие-то пирожки, блин, у корейской бабушки, и я начинаю говорить по-корейски, сделая заказ у нее там каких-то пирожков. Она слышит, что у меня поставлены хороший корейский, и она начинает удивляться. И, естественно, начинается, а вот это расскажи, а вот это расскажи, а то расскажи. Я для них очень интересна в плане того, что я белая, которая разговаривает на корейском языке, и они меня воспринимают как что-то такое суперинтересное, феномен. Они потом об этом будут еще между собой неделю разговаривать, о том, что они встретили белую европейку, которая хорошо говорит по-корейски, более того, не то чтобы хорошо, да, а именно у меня очень нейтив, то есть я очень по-корейски, у меня очень хороший сленг, и, ну, блин, я не знаю, как вам это объяснить. В общем, я как кореец только в белой оболочке, наверное, то есть для них это очень такое прям шоу, понимаете. И я не всегда, то есть в какой-то момент это иногда может позабавить, но в какое-то время, особенно когда ты постоянно в путешествиях вот с друзьями, как я сейчас, я начинаю уставать от этого момента. И я понимаю, что для моего мужа это то же самое, то есть если я его буду показывать в видео, то я, получается, как будто своего мужа буду как обезьяну показывать, вот мой муж есть то, вот мой муж это есть, вот мой муж там реагирует на белую жену, которая там. Просто таких видео, во-первых, очень много, и типа, блин, делать еще один копипаст, это все сделано именно с расчетом на то, чтобы вы, типа, посмотрели и поумилялись там, даже несмотря на то, что вы понимаете, что это просто шоу, да, вот. Я это шоу не хочу делать, потому что, во-первых, у меня не тот канал, я больше все-таки про, не знаю, про то, как переехать, как тут жить, то есть информативный, чем больше развлекательный канал, я думаю, это понятно, вот. И мне лучше себя как-то показывать каким-то клоуном, чем своего мужа. Ну и не хочу я, чтобы вы там обсуждали моего мужа, что у него там это не так, кто-то не так, потому что я видела очень много комментариев там у девочек, у которых более крупные блоги, да, где вплоть до того, что и не только мужа обсуждают, но и детей. И там в таком плохом ключе их обсуждают, что я сказала себе просто табу. Я никогда в жизни не покажу своих родных мужа, особенно детей, не дай бог, чтобы потом вот это вот читать, чтобы какой-то там Вася Пупкин говорил, что у моего там ребенка там некрасивые раскосые глаза, да я потом бы схватилась бы за нож и побежала бы там куда-нибудь урезать этого Васю Пупкина, блин, потому что я не знаю, как вот эти девочки выдерживают такие комментарии. Я, например, очень прям злюсь, правда, хотя уже очень давно веду ютуб-канал. Следующий вопрос, который вас всех мучает, это когда дети? Когда? Когда же вы родите? Когда уже мы увидим вашу лядечку? Мы хотим посмотреть, какие у вас будут дети? Как я уже сказала только что, детей я, во-первых, даже если рожу, я их вам никогда не покажу, потому что, ну, типа, блин, я не хочу вот этого обсуждения, наша коммунити не умеет, ну, то есть это мое мнение, вот это вот у наших людей разбаловало, наверное, что ли, что можно говорить, а что нельзя, да, то есть вот это, это мое мнение, почему я живу в свободной стране, я могу говорить все, что хочу, но порой забывают, что есть вещи, которые могут быть грубыми, и если это сделать по отношению к ним, то там будет скандал, и как вы могли сказать такие вещи, но при этом сами же потом говорят, ну, то есть, опять же, вот эта вот состыковка, а что я вам объясняю? Нормальные люди все понимают, но есть же те, которые все-таки не понимают их, и почему, ну, это же вот, ну, вы просто не обращайте внимания, я не могу, у меня, у меня очень вспыльчивый и очень такой, знаете, такой характер, когда если что-то мое, на мое что-то посягаются, говорят что-то плохое, у меня надо сразу дать сдачу, так, чтобы человек в следующий раз одумался что-то вообще смотреть в мою сторону, или там на что-то мое, а не то, чтобы там писать какие-то говняные комментарии, но я понимаю, что когда человек где-то находится далеко, его никак не наказать, да, то есть его можно просто заблокировать, и все, но таких, как вот человек, который будет писать говняных комментариях, чем больше блог, тем больше их будет появляться, ну, проще просто не показывать такие, там, не показывать своих детей, да, ну, и по поводу того, что там, типа, я стародящая, ла-ла-лайла, вот это у вас паника, конечно, ну, я не знаю, откуда она появилась, ребят, в Корее в 33-34 только начинают рожать, заводить первого ребенка, и это, типа, в порядке вещей, я для корейцев не являюсь старородящей, все у меня нормально, вот, мы только квартиру получили, как говорится, в пандемию я не хотела заводить детей, потому что в пандемию рожать страшно, как бы, как ни крути, там, да, есть бесстрашные, типа, ой, ну, это же у нас хорошие врачи, у нас все, вы же в Корее, там, т-т-т-т, да, мы все в Корее, но никто не забывает человеческий фактор, я решила, что, и мой муж, мы решили, что, как бы, все-таки в пандемию лучше, ну, это такое себе, и вот только сейчас пандемия закончилась, мы, наконец-то, обжились, у нас появилось какое-то жилье, место, где есть комната для ребенка, есть кабинет для мужа, да, то есть вот это вот все, теперь уже можно задумываться о детях, но, опять же, я не могу вам сказать дату, что вот 23-го года такого-то месяца будет у меня ребенок, ждите, блин, ну, типа, блин, камон, ну, вот. Еще один очень часто задаваемый вопрос, это по поводу того, когда же я похудею, что ж я не худею, а тут же ж корейская кухня, она такая здоровая, сбалансированная, там, т-т-т-т-т-т, почему ж вы не худеете, я не худею, потому что я не худею, ну, типа, блин, если б я занималась похудением, то есть если бы я решила, что все, я худею, я бы этим занималась, у меня было несколько факторов, которые, ну, вот, когда я действительно решалась похудеть, я ломала пальцы на ногах, я ходить не могла, блин, а худеть просто на голодовке, это плохая идея, потому что перед кореей я не ела углеводы, то есть я исключала полностью все углеводы, я питалась только травой и мясом, грубо говоря, и это закончилось тем, что меня качелями все вернуло в таком объеме, в котором вы видите сейчас. Опять же, худеть в том же методе я не хочу, он действенный, он хороший, я быстро похудела, я за каких-то там 8 месяцев, даже меньше 7 месяцев, я похудела на 30 килограмм, но мне потом вернулось 45, если не 50 плюс, понимаете, то есть мне это все вернулось, и я не скажу, что я прям по здоровью сильно пострадала, но как бы уже накушалась, знаю, что это такое, и если худеть, то худеть нужно правильно, вот, плюс пандемия, сидение на дому, муж, который теперь из дома работает, который тоже любит пожрать, а корейцы вообще в принципе любят пожрать, и порции, которые огромные, мы в основном живем на доставке, я уже говорила, что мы все-таки доставляем пищу, не потому что, ну я даже если пытаюсь готовить корейские блюда, мой муж их все равно не всегда ест, плюс ему нужно всегда свеженькое, вот, я не люблю готовить каждый день, да и он не хочет, чтобы я постоянно стояла у плиты, поэтому это заканчивается тем, что мы все равно живем на доставке, хочешь не хочешь, вот, и как бы это опять же нужно найти какой-то баланс, и чтобы потихонечку вес снижался, вот, он у меня потихонечку снижается, да, но, естественно, не до такой степени, чтобы это можно было сказать, ну вот, наконец-то девчонка похудела, вот, ну и я не скажу, ну главное, что я не набираю, то есть я вот как стала вот такого размера после того сильного похудения, да, перед Кореей, и все, и вот таких размеров я по сей день, то есть я не толстею, но худею по чуть-чуть, но как бы главное, что не набираю, вот, если я займусь этим основательно похудениями, то тогда будет действительно результат, а пока ваши вопросы, типа, а чего вы не худеете, ну потому что не худею, ну типа, блин. Еще мне очень часто наши женщины задают вопрос по поводу Александра, почему вы такая неухоженная, вы же живете в Южной Корее, в Сеуле, там же все помешанные на красоте, там же столько бьюти-салонов, неужели так сложно следить просто за собой? Я сижу и просто вот так вот голову подпираю, читая этот очередной такой комментарий, думаю, господи, боже мой, что вы бляха от меня хотите, типа, блин, насколько я... Что значит, во-первых, ухоженный? Для меня ухоженность, это значит, что я перед вами умытая, с чистыми волосами, не засаленными, не грязными, да, у меня подстрижены аккуратные ногти, и все, ну типа, это и есть ухоженность, да, в чистой одежде опрятной сижу, там или стою, да, она не мятая какая-то, не из жопы достанная, да, там нет на ней каких-то грязных пятен сама тоже, опять же, повторяю, чистенькая, типа, вот это называется ухоженность, но кто-то дополняет, что, типа, неужели вы ничего не можете сделать со своими волосами? Просто сидишь и думаешь, господи, что вы бляха от меня хотите? У меня волос такой, и я по-другому его не могу укладывать, он сейчас стал длиннее, мне его проще стало, как бы, укладывать, когда он был более короче, он был, ну, очень сложно было с ним в плане укладок, потому что кучерявый волос очень сложно уложить, стоять, блин, с этими утюжками, со всем остальным, я не хочу, во-первых, портить волос, потому что у меня волос мало того, что осветленный, перегидроперичный, я его не хочу травмировать, потому что перед пандемией я ездила в Беларусь, делала осветление, мне его пережгли, и мне потом мастер сказала, я пошла потом в другой салон, в более толковый салон, где мне травами восстанавливали волосы и сказали, что нужно, чтобы они отросли, и с ними вообще ничего делать нельзя, не то, чтобы там какие-то утюжки, какие-то, я не знаю, там, не знаю, какие-то там плойки использовать и всё остальное, поэтому я бы максимум делала просто их мыло, как-то более-менее укладывала, чтобы они лежали опрятно, аккуратно, да, то есть чтобы было всё нормально, и всё равно наши женщины почему-то на меня нападают в плане того, что я почему-то какая-то там неухоженная бляха, и я потом, когда читаю такие комментарии, у меня всегда возникает вот эта вот мысль о том, что я понимаю вот этих звёзд, которые носят парики, супер накладные ресницы, куча макияжа, куча там ногтей, потому что сами фанаты от них требуют вот это вот всё, то есть те же айдолы, которых постоянно там, опа, у тебя там выглядит что-то не так, или там, о, не, у тебя там как-то не так, там, иди операцию сделай, и они ложатся под нож, чтобы там для своих фанатов выглядеть как-то хорошо, и вот я просто начинаю понимать, что, ну, оказывается, почему-то вот у наших людей есть такой вот момент в плане того, что я, оказывается, неухоженная, у меня нет ногтей, я их не делаю, потому что я переехала в Корею, во-первых, я сначала, у меня не было денег на то, чтобы ходить этим, этот маникюр делать, да, во-вторых, пошла вот эта волна, что маникюр в Корее делают хреново, я тоже такая, господи, это ж надо искать этот какого-то мастера, а потом, я думаю, идти к русским, опять же, боязно в плане того, что я не говорю, что они все плохие русские в Корее, да, но русскоязычная коммунити, она немножко, ну, может отличаться мнение, кто-то сюда на заработки приехал, кто-то с другой целью приехал, очень сложно, ну, по крайней мере, мне найти общий язык с русскоязычным коммунити здесь в Корее, да, и как-то, ну, блин, да не знаю, ну, опять же, это говорит о том, что это, опять же, поиск, и я такая, блин, да, я, в принципе, подстригла ногти, выглядит они опрятно, ну, не накрашенные, ну, и хрен с ним, типа. Я не выгляжу мужиком, и грязи под ногтями у меня нет. Что еще? Ну, в основном это касается, наверное, больше вот ногтей и волос. Ну, и еще некоторые расписывают про неухоженность, это то, что у меня родинки на лице, я их только сейчас начала удалять, и то именно с... очень сложно, опять же, найти клинику, в которой тебе удалят нормально, мне очень не понравилось. Я вот сходила в клинику, и сразу же мне не понравилось то, как они это сделали, ну, такое... они как на конвейере тебе эти... выжгли эти розинки, и типа, о, классно, супер, потрясающе, а я как-то все равно не очень мне понравилось. Мне нужно еще одну процедуру пройти, чтобы полностью убрать родинку с лица, но я, опять же, не иду туда к ним, потому что мне не понравилась клиника, новую клинику пока просто нет даже времени поискать, да. Как только я начала удалять родинку, чуть-чуть спало лицо, потому что я тут с девочками, у меня такое хождение по горам, по долам и вообще активный такой туризм, я начала, естественно, резко сбрасывать вес, потому что постоянно в движении. У меня чуть-чуть спали щеки, и у меня сразу появился... открылось так, что у меня очень хорошо заметен шрам. Шрам у меня с 9 лет, вот, на лице, но некоторые женщины последние вот месяца-два начали мне очень много писать о том, что здесь жестокая пластическая хирургия, почему я до сих пор не убрала шрам с лица, типа, как я могу вообще... Вы же, типа, у меня одна написала, ну вы же ютубер, ну вы же, типа, блин, работаете лицом, и не убрать шрам с лица, как это вообще можно? Камон, можно. Ну, типа, я с 9 лет с этим шрамом живу, некоторые люди, которые знают меня достаточно хорошо и давно, не сразу, например, обращают внимание на то, что у меня вообще этот шрам есть, пока я им лично не скажу, что... А ты вообще в курсе, что у меня шрам на лице, там, типа, да? То есть он меня не уродует, он меня не делает страшной. Да, он есть и есть, как бы, ну... Типа, блин, я со временем его уберу, но, опять же, чтобы его убирать, мне нужно похудеть, потому что, опять же, худея у меня будет меняться лицо, и, естественно, я его сейчас на полном лице уберу, а потом, когда похудею, у меня останутся какие-то следы, могут остаться, да? То есть это надо очень найти хорошего такого мастера, который учтёт эти моменты, а не так, что уберут, а бы убрать, а потом, когда ты похудеешь, и у тебя это может, там, типа, как-то вылезти с другого боку, и тебе придётся опять там как-то поправлять. То есть я вообще в пластическую хирургию не очень хочу идти, потому что мне очень устраивает то, как я выгляжу, даже со шрамом на лице. Ну, как-то так. Вот. Ну, наших девчонок, конечно, очень сильно побита психика в плане того, что, там, ты не идеальная картинка. Ну, надо, конечно, девчонкам любить себя больше и меньше дёргать других, и больше замечать достатков, а не недостатков. И тогда в мире всё будет хорошо, и все мы будем друг друга любить. Ну и что? Это получилось вообще пять вопросов, а я ответила. Но в этих вопросах были ещё вот определённые такие, знаете, как подпункты. Поэтому я думаю, что я ответила даже больше, чем на десять вопросов. В любом случае, мы продолжим эту рубрику. Всё. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. Обнимаю, несмотря на то, что вы мне задаёте очень нетоктичные вопросы. Паааай! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!